Итак, мы с вами идем дальше. Информационные товары мы добавлять научились. Теперь пришло время сделать так, чтобы людям было удобно их оплачивать и получать. Для этого нам нужно настроить способы оплаты. Потому что сейчас, если я перейду на продукты, попробую оформить заказ на какой-то товар и нажму «Заказать», то у меня здесь будет всего лишь один способ оплаты – это наличными курьерами. То есть человек здесь ведет свой адрес, мы увидим этот заказ у себя в личном кабинете, увидим этот адрес, созвонимся с клиентом, к нему выйдет курьер, получит деньги, и только тогда мы сможем человеку отправить его на заказ. Это, естественно, неудобно, поэтому нужно продумывать остальные способы оплаты и постепенно их подключать. Если мы перейдем на страницу «Способы оплаты», то увидим, что JustClick работает со многими способами оплаты, и многие из них здесь требуют определенных действий для того, чтобы их подключить. Такие крупные компании, например, как Robocasa, RBK Money, Kiwi, LiquidPay, Intercasa, Intellect Money и так далее, они все потребуют от вас заключения договора. То есть это процесс не такой быстрый, поэтому в этом видео я покажу вам самые быстрые способы, которые вы можете подключить на данный момент, а в следующем уроке уже поговорим про остальные. Так, самые быстрые. Это вы можете подключить в WebMoney как минимум в ручном режиме. Вот он, способ WMR2 называется. Вы можете зайти вот сюда в настройки, вписать здесь свой кошелек, на который люди должны переводить деньги. На вкладке «Дополнительно» вот он, то есть указываете сюда свой кошелек. Далее, внешний вид здесь, в принципе, ничего трогать не нужно, здесь все стоит правильно. Можно сортировку только поменять, то есть, допустим, сортировка влияет на расположение способов оплаты друг относительно друга. То есть, если, допустим, у WebMoney я поставлю сортировку 100, а потом подключу еще Яндекс и поставлю ему сортировку 200, то WebMoney будет стоять, получается, выше. Так, нажимаю «Сохранить». И вот видите, да, у меня способ WMR2 рублей включился. Теперь, если я попробую, опять же, заказ оформить, нажимаю «Заказать», мне уже предложат, видите, варианты либо выбрать WebMoney, либо выбрать наличными курьера. Но пока что еще магазин работает в тестовом режиме, и поэтому оплата, хотя вручную оплата все равно еще проходит. То есть, видите, да, пока что это только ручной вариант. Человеку предлагается перевести на определенный кошелек, тот, который я указал, определенную сумму, и указать в поле описания платежа вот эту информацию. Затем я, соответственно, этот заказ вижу у себя в личном кабинете, проверяю свой WebMoney кошелек, и если оплата на самом деле пришла, ставлю заказ оплаченным, и человеку на вот этот e-mail улетает, получается, товар. То есть, это самый быстрый такой способ подключить WebMoney хотя бы в ручном режиме. Так, дальше идем. Что еще мы можем быстро здесь подключить? Быстро можем подключить Яндекс.Деньги. Вот он, Яндекс в ручном режиме, он тоже уже включен, нужно только ввести кошелек. То есть, заходим на вкладку «Дополнительно», указываем, что это для всех товаров. И указываем здесь свой Яндекс.Кошелек. Так, допустим, я укажу вот такой. Сразу по остальным полям расскажу. Коэффициент. Это сделано для того, чтобы вы могли компенсировать платежные системы, которые берут комиссию с клиента. То есть, например, у вас есть товар, который стоит 1000 рублей, и вы, допустим, продаете его через платежную систему, которая автоматически добавляет к цене вашего продукта свою комиссию. И, например, делает цену не 1000 уже, а 1100. Для клиента это будет очень неприятно, поэтому здесь вот они ввели возможность изменения коэффициента. И для такой платежной системы я могу, например, поставить 0,9. И тогда цена продукта автоматически уменьшится на вот эту сумму комиссии, и клиент заплатит ровно столько, сколько он видел на странице. А комиссию мы как бы берем на себя, получается. Здесь вы также можете указать минимальную и максимальную сумму для включения данного способа оплаты. То есть, если мы поставим 100 рублей, то для товаров ниже 100 рублей данный способ оплаты показываться не будет. То же самое и с максимумом. И здесь можно выбрать, для каких конкретно товаров доступен этот способ. Все, нажимаю «Сохранить». И сейчас у меня должен появиться еще Яндекс кошелек при оформлении. Видно, да? То есть, теперь уже клиент сможет выбрать и WebMoney, и Яндекс. Но, правда, это пока все в ручном режиме. Чтобы включить WebMoney и Яндекс в автоматическом режиме, это делается уже следующим образом. У них есть вот способ ВМР, это вот автоматический способ. Вы идете в «Настройки». Вам для этого нужен персональный аттестат, чтобы принимать оплату в автоматическом режиме. Вот здесь есть кнопка «Видеоурок». Там расписывается инструкция по подключению практически всех платежных систем, в том числе и подключение WebMoney в автоматическом режиме. Вы его откройте, дойдите до способа подключения WebMoney, и по инструкции все сделаете. После этого вам нужно будет вот здесь ввести, сгенерировать секретный ключ, ввести его на специальные страницы вашего кабинета в системе WebMoney, сохранить данный способ оплаты и сделать его активным, то есть включить. И уже у вас появится автоматический способ приема оплаты по WebMoney. По Яндексу там примерно такая же история, только немножко отличается процесс. Поэтому также смотрите инструкцию и по ней подключаете Яндекс уже в автоматическом режиме. Также можете сразу, если у вас, допустим, идет продажа физических продуктов, подключить наложенный платеж, чтобы принимать оплату, принимать заказы без предоплаты и отправлять их уже людям наложенным платежом, и они будут получать данный товар на почте, оплачивать его там же. Плюс этот наложенный платеж можно еще интегрировать с этими дополнительными сервисами внешними, например, Russian Post Service, они за вас, получается, будут изготавливать эти диски, там обзванивать клиентов, отправлять эти диски, обрабатывать возвраты и так далее. То есть вы ставите «включен», заключаете договор с Russian Post Service, связываетесь с их службой поддержки, уточняете, как вам интегрировать данный способ оплаты с их системой, и начинаете работать. Так, и, в принципе, по остальным способам оплаты здесь можно, что быстро довольно подключить? В принципе, довольно быстро можно подключить два чекаут. Это система для приема кредитных карт от зарубежных пользователей. Я в своем бизнесе ее использую, работает она достаточно неплохо. Она позволяет принимать оплату с карточек зарубежных банков, потому что наши сервисы приема оплат по картам не всегда почему-то нормально их принимают. Поэтому многим зарубежным клиентам удобно именно оплачивать через TuCheckout. Причем там же сразу и идет прием оплаты по PayPal, хотя PayPal сейчас можно уже подключить отдельно напрямую, потому что он уже официально работает в России. Так что я думаю, даже следующего урока здесь нам не понадобится. Сразу здесь вам объясню, что когда вы захотите подключить любой из вот этих крупных платежных агрегаторов, например, «Деньги онлайн», вам просто нужно зайти на их сайт, оставить там заявку. Сейчас даже на примере того же «Деньги онлайна» посмотрим. То есть вы заходите на их сайт, нажимаете «Подключиться», заполняете все свои поля, которые здесь представлены. С вами связывается менеджер, вам высылается список тех документов, которые вы должны заполнить. Там, как правило, это анкета, соглашения всякие, и плюс вам нужно еще предоставить будет им копии своих документов, копию свидетельства о регистрации юрлица или ИП, и там все остальные документы ИНН, свидетельства о возможности там введения, например, упрощенной системы налогообложения, выписку из статистики и так далее. То есть там это все вам напишут, и с вами будет работать отдельный менеджер. Мы как раз-таки недавно подключали эту систему. В принципе, там все нормально. Не очень быстро, конечно, но за две недели можно все сделать. А если вы живете в крупном городе, например, в Москве или в Питере, то можно еще быстрее сделать, потому что там нужно им отправлять документы, получается, все эти, и, соответственно, доставка по Москве у вас будет намного быстрее. Так, ну и в остальном, в принципе, смотрите вот эту инструкцию. Там по каждому способу оплаты написано, рассказано, что нужно сделать. И прям потихоньку начинаете подключать. Единственный тут совет, что все подряд подключать не нужно. Вот я сейчас посмотрю и с своего опыта скажу, что я бы подключил, например, на вашем месте. Так, для приема карточек можно подключить РБК Мани. У них очень хороший в этом плане сервис. Они принимают очень много карт. То есть у них отказов меньше всего. Вот насколько я так наблюдаю, мы работаем и с РБК, и с робокассой, и с PayOnline System, вот он по Online System, и с Intellect Money у нас есть, деньги онлайн. Вот мне больше всего по проходимости нравится именно РБК Мани. Так, это для приема карточек и приема дополнительных оплат по самого кошелька, например, РБК Мани, через Евросей, через связной. Также я бы подключил Киеви кошелек, довольно-таки распространенный способ сейчас. PayPal. Дальше. Как резервный вариант для РБК Мани, то есть если он, допустим, у вас отвалился или еще что-то, нужен вам резервный вариант для приема оплат по карточкам. Можно подключить вот либо деньги онлайн, либо робокассу, либо Intellect Money. Сами здесь на ваш выбор, я бы начал, наверное, с деньги онлайн. Так, все. Ну и вот два чекаут для зарубежных пользователей. Плюс, естественно, вот веб-мани и Яндекс в автоматизированном режиме. Вот этого будет вполне достаточно, а потом, если каких-то способов вдруг будет не хватать, вы сможете подключить остальные. Вот, например, у нас одно время просили люди приват-банк, оплату через приват-банк. Мы подключили интеркассу. Но, по-моему, в последнее время там были перебои у них. Точно не могу сказать, лучше обратиться сначала в службу поддержки, уточнить, есть ли у них оплата через приват-банк. А, ну и вот, если вы, получается, имеете юрлицу, можно подключить еще безналичный способ оплаты. Вам там достаточно ввести свои реквизиты. Вот здесь все ваши реквизиты. Скан печати подписи. Подкорректировать публичную оферту. И, в принципе, вот здесь подредактировать там значение по сортировке, по сроку зачислению и для каких товаров это будет доступно. Ну и здесь, естественно, лучше поставить какой-нибудь минимальный порог повыше, чтобы из-за мелких товаров с банковскими платежами уже не связываться. Так, и плюс еще такой момент. Если вдруг у вас появился какой-то способ оплаты на горизонте, которого здесь нет. Ну, допустим, люди у вас много просят ввести способ оплаты напрямую на карточку Сбербанка. А вот здесь такого способа нет. Вы можете нажать кнопку «Добавить» и создать любой способ оплаты, вот такой ручной, самостоятельно. Здесь, например, можно придумать идентификатор Сбер. Там проставить нужные коэффициенты, если это нужно, для каких товаров. Так, и вот здесь, соответственно, пишем на карточку Сбербанка. Так, иконку какую-нибудь выбираем, связанную. Ну, вот здесь подходящий я особо не вижу. Ну, например, вот эту с пятитысячной купюрой. Так, и указываем здесь, какая там комиссия. Допустим, 0. Срок зачисления 1-2 дня, допустим. Так, и, соответственно, на вкладке «Дополнительно» мы прописываем уже саму инструкцию. То есть, куда нужно переводить деньги. В данном случае это будет выглядеть примерно так. То есть, здесь я, например, пишу «Переведите сумму на такую-то карточку Сбербанка, получатель – такой-то». И в примечании к платежу укажите свой номер заказа. Номер заказа мы здесь можем вывести в динамическом режиме с помощью специального якоря, который выглядит вот таким образом. Две фигурные скобки, далее ставим доллар, bill, подчеркивание, id. Вот таким образом будет человеку подставлен автоматически его номер заказа. Сохраняем данный способ оплаты. Смотрим, чтобы он появился. Вот он появился, включенный. Все, теперь уже проверяем, что у нас получается. Вот если мы оформляем заказ, видите, да, появился способ на карточку Сбербанка. Я выбираю его, оплатить, и у меня автоматически, видите, переведите сумму заказа на такую-то карточку, получатель – такой-то, в примечании укажите номер заказа. И номер заказа подставляется автоматом. И потом я, допустим, в онлайн-банкинге могу посмотреть, что оплата была вот за этот заказ, зайти к себе в личный кабинет, соответственно, на вкладку «Заказы». Вот он, этот заказ. Так, посмотрим точно. 549, да. Вот он, этот заказ. И я, соответственно, нажимаю, что заказ оплачен. Все, и в этот момент человеку будет, соответственно, отправлена ссылка на данный товар. То есть это как вариант, когда вы, допустим, только-только начинаете, у вас еще нет автоматизированных способов оплаты, вы можете как вариант добавить ручной вебмани, ручной Яндекс, ручной Сбербанк. Но увлекаться этим, конечно, не стоит, потому что, во-первых, с этих сумм сложно потом платить налоги, то есть считать там это все, писать в декларацию заполнять и так далее. Лучше уж сразу на свое юрлицо, соответственно, заключить договора со всеми системами платежными и получать все платежи в автоматическом режиме. Все, на этом по оплате все. То есть когда вы все эти способы нужные настроили, вы можете переводить свой магазин уже в автоматический режим. И при этом при каждой уже успешной покупке с вашего счета будет списываться сумма, равная 5% стоимости от оплаченного заказа. Вот у меня в данном случае это демо-магазин, поэтому я этого делать не буду. Вам же уже, чтобы принимать оплату, можно будет это сделать. На этом здесь все. Увидимся в следующем уроке.